Форум Свободы Осло 2023 года, который является одной из самых важных международных площадок для обсуждения важных вопросов прав человека и текущего состояния правительства во всем мире и объединяет видных деятелей и правозащитников, а также политиков и бизнесменов со всего мира, вновь выдвинул проблемы уйгуров на первый план. На встречу, которая началась 13 июня, были приглашены Калбинур Сиддик и Гюльбахар Хайтиваджи, свидетели концлагерей, создаваемых властями Китая с целью геноцида в Восточном Туркестане. Оживленные речи двух лагерных свидетелей шокировали публику. Они прямо говорили о трагедиях Холокоста и преступлениях против человечности в лагерях, с которыми сегодня сталкиваются уйгуры. Пекин заявил, что вопрос Синьцзяна, то есть Восточного Туркестана, является не вопросом прав человека, а вопросом борьбы с терроризмом, а также проблемой антирадикализации и антисепаратизма, и что палестинская сторона обеспокоена Синьцзяном. Таким образом, повторяется ложное заявление о том, что Палестина категорически против вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом проблемы терроризма. Гаррет Эрлибек, турок-казах из Восточного Туркестана, прибыл в аэропорт Стамбула 13 июня 2023 года в поисках убежища в Турции из-за опасности быть отправленным обратно в Китай из Казахстана. Хотя Эрлибеку была выдана действующая электронная виза, ему не разрешили въехать в Турцию. Стало известно, что турку-казаху Эрлибеку, задержанному в аэропорту, со вчерашнего дня разрешен въезд в Турцию. Благодаря усилиям Восточно-Туркестанской диаспоры, проживающей в Турции, и инициативе миграционного управления, Эрлибеку разрешили въезд в Турецкую республику. Россия и Китай стали мишенью документа стратегии национальной безопасности, подготовленного впервые в истории Германии. Почти 50-страничный документ был обнародован премьер-министром Олафом Шольцем, министром финансов Кристианом Линдером, министром иностранных дел Анналена Бербак, министром обороны Борисом Писториусом и министром внутренних дел Нэнси Файзер. В документе о стратегии отдельное место уделяется Китаю. Так подчеркивается, что Китай использует свой экономический вес для достижения своих политических целей, все больше давит на региональную стабильность и не соблюдает права человека. На прошлой неделе эмир Катара, шейх Тамим Бинхамат Аль-Тани один за другим посетил Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и другие государства, члены организации турецких государств. Наблюдатели отметили, что действия Катара были направлены на то, чтобы вывести турецкие государства из-под китайской осады. Согласно информации, стало известно, что эмир Катара провел переговоры со всеми тюркскими республиками о сотрудничестве в 13 сферах. Билл Гейтс, основатель американской компании-разработчика программного обеспечения Microsoft, заявил, что посетил Китай, чтобы провести переговоры, представляющие фонд, работающий в области глобальных проблем здравоохранения и развития. Гейтс объявил в своем личном аккаунте в Твиттере, что приехал в Пекин впервые с 2019 года.